Приветствую вас, дорогие юные друзья! Старшеклассники, убеждать вас, что семья – это сказка и мечта, я не собираюсь. Моя цель – общение с вами, попробовать предложить вам подумать или задуматься. И первый вопрос, который каждый должен задать себе – а для чего я живу? Неужели для того, чтобы жвачку жевать или создавать и строить жизнь, помогать другим людям, творить добро или глупо самоутверждаться? И второй вопрос – что от меня зависит и кто от меня зависит? Только отвечать на эти вопросы нужно по-взрослому, а не в духе подросткового максимализма и протеста. Вы подумайте, а против чего вы протестуете, если протестуете? По сути, против тех правил, по которым сами будете жить через 5-10 лет. Вы подумайте, в чем заключается свобода? Во вседозволенности или в преодолении себя? Итак, семья – это большой труд и множество обязанностей. Неправда, что именно этим семья ограничивает человека, тормозит карьеру, не позволяет быть богатым, мешает удовольствию, успешности. Наоборот, семья дает мотивацию для профессионализма и для совершенствования характера. Кроме того, семья может помочь человеку стать даже святым. Тем не менее, это труд, потому что все хорошее на этой земле не падает с неба, а требует усилия. Безвольный человек останется навсегда, образно скажу, но понятно, пещерным животным. А знаете, зачем в человека впрограммирован подростковый возраст? Обычно подростки под влиянием своих гормонов пытаются вырваться от опеки родителей, Доказать самостоятельность, значимость. Но как это происходит? Через протест и отрицание, Причиняя порой жуткую боль маме и папе. Так неужели вы считаете, что чем больнее им, тем вы более независимы? Неужели вы считаете, что если вы, если волосы у вас синего или розового цвета, Серега в ухе, в носу, тату на пикантном месте, И через слово звучит мат, То вы уже обращик самостоятельности? Разочарую вас. Вы раните близких вам людей, Но взрослее от этого не становитесь. Наоборот. Взрослый человек стремится понять другого человека, А подростки требуют, чтобы только их слышали. Я как-то открыл интернет и почитал, Что пишут ваши сверстники о родителях. Почитал и ужаснулся. Создается ощущение, что все родители – мир социопаты. И поэтому я задаю вопрос вам. А вы сами-то по отношению кто? Кто по отношению к взрослым вы? Вы сами научились прощать слабости своих родителей? Ведь себе вы их прощаете. Вы научились уважать их опыт, Которого вам никогда не будет доставать в жизни. Потому что родители, будучи старше вас, Будут обладать этим опытом значительно больше. Так вот взрослость и любовь заключаются в том, Чтобы уметь понимать других и служить другим, А вне в глупом позерстве или в половых отношениях. А еще знайте, что социальный закон бытия человека утверждает, Что человека без семьи не существует, Как и не бывает один атом сам по себе во Вселенной, Без взаимодействия с другими атомами. Тогда не было бы материи. Человек не бывает абсолютным индивидуумом. Он рожден родителями или сам становится отцом или матерью. То есть находится в семье родителей, Либо создает свою собственную семью. И поэтому, как бы вы сейчас не боролись за свою независимость, Все равно перед Богом и перед народом вы останетесь детьми родителей, Будете обладать полной суверенностью только в статусе супруга или супруги. А потому думайте, нужна ли вам семья? Или вы хотите быть и в 50 лет ребенком родителей И ходить с кольцом в носу или с серьгой в ухе? И второй пример для размышления. Мода на отношения без обязательств и чальт-фри в Европе Введена 70 лет назад. В итоге сейчас происходит демографический спад и старение белых наций. Для примера я хочу привести Испанию. Слышали о такой стране, надеюсь. Так вот, еще в 90-х годах прошлого века она приняла решение Переломить демографические показатели страны Путем массового привлечения мигрантов из испаноязычной Латинской Америки. Я думаю, все понимаем, что пустые территории захватываются, пустыми не остаются. Особенно если они комфортные для жизни, удобные. И вот на начало 2002 года в стране жило чуть более 41 миллиона человек. А сейчас более 48 миллионов. Прирост, как видите, 7 миллионов. Но обеспечен он мигрантами. И не только тем, что они прибывают и прибывают в страну, А тем, что прибывшие создают многодетные семьи, рожают много детей. Да, они граждане Испании, они знают испанский язык, Но испанцами по мировоззрению они не становятся. По статистике, 80% из них за 20 лет не смогли даже друзей найти Среди белого населения. А теперь думайте. Пятая часть некоренного населения рожает 5 миллионов детей за 10 лет. А испанцы стареют и умирают. Через 20 лет старых испанцев будет столько же, сколько молодых латиноамериканцев. Так кто победит в борьбе? Немощный старик или молодой человек? Но ведь испанцы не захотят отдавать власть мигрантам. Через 10 лет внутренние противоречия взорвут страну. И этим воспользуется тот, кому нужен хаос. Ведь он делает деньги на конфликтах. Дальше я поставлю многоточие. Это можно сказать сегодня о многих европейских странах. Вот и думайте, чем мы можем помочь нашей нации белорусов. Думайте, в каком мире вы будете жить через каких-то 20 лет. Думайте, нужна ли вам семья. Благодаря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok